ростовское шоссе город краснодар это видео будет интересно тем кто все-таки думает о переезде краснодар тем кому предстоит искать здесь жилье мы переехали 7 месяцев назад и я решил сделать такой обзор вот этот раз и называется ростовское шоссе городе владивостоке шоссе из города на выезд выглядит совсем по-другому я сам с владивостоков посмотрел мои ролики и как-то в моем сознании это сначала не укладывала что это шоссе во владике три полосы в одну сторону три полосы в другую по бокам стоят отбойники на обе стороны стоят фонари все освещается разметка все как положено здесь ростовское шоссе так называемого выглядит так также на данном шоссе остановки которые так и называются по километражу данная остановка вот называется 10 километр ростовского шоссе ну а здесь жилой массив в этом жилом массиве очень много приезжих раньше эта территория считалась пригородной дачи сейчас местные жители называют это дачами садами ну так как вот этот плакат который символизирует границу города сейчас это все считается территорией города но земля пока не городская но прописка городская прописка краснодарская вот кто думает переехать вот так это все выглядит если здесь соберетесь покупать дом здесь продаются дома без транспорта конечно тяжело у меня сейчас нет транспорта я на работу езжу на общественном транспорте то есть вот на эту остановку подходит автобус автобусы входят я бы не сказал что очень хорошо ходят наверное как и везде общественный транспорт во всех городах страны наши ходят трасса это все время загружена здесь постоянные пробки здесь вот нет пробки но буквально вот за мостом мы видим уже все становится народу едет много народу вот в этом жилом массиве проживает много я знаю что только 400 семей живут постоянно но такая информация у меня была летом сейчас я думаю больше потому что приходя на остановку ты видишь что народу больше и больше становится то есть в автобусы постоянно идут в город полный до города тут буквально если без пробок минут 15 идет автобус то есть я сажусь вот на этой остановке 6 50 в 5 50 подходит автобус утром когда еду на работу я сажусь на 5 50 в автобус 605 605 6010 я уже в центре города выхожу на улицу гаврилова кто знает красандар тот знает где эта улица это действительно центр города ну так что вот так здесь расположены много садов товариществ садовых вот дорога идет вправо здесь расположена товарищество садовая янтарь через дорогу видного там расположена садовое товарищество строитель как я говорил были дачи были сады но вот сейчас люди строятся строят дома строят обустраиваются здесь у всех газ свет вода со скважины у всех дома полностью на автономном обеспечении то есть септик и вода это из недр земли так сказать септик из недр дома а вода из недр земли вот мы сейчас находимся в товариществе янтарь как я уже сказал мы здесь в июле 2016 года приобрели дом и вот уже проживаем семь месяцев дом оформлен в собственность земля оформлена в собственность просто прописка у нас краснодарская то есть устроились вообще без проблем перед тем как ехать в краснодар живя во владивостоке мы два года мониторили краснодарский рынок жилья искали или квартиру или дом остановились на доме много искали переехав много пересмотрев роликов то что обманывают много краснодаре обманывают много и это правда те кто смотрит видео ролики про краснодар где говорят что в краснодаре обманывают это правда краснодаре обманывают краснодаре очень трудно с работой работа есть но очень трудно найти особенно те кто приезжает с дальнего востока севера тут конечно не такие зарплаты тут конечно не такие зарплаты как на севере и на дальнем востоке но тут соответственно и цены не такие как на севере и на дальнем востоке что еще рассказать того кто заинтересует кого заинтересует это видео можете оставить комментарий если что-то интересно могу подсказать рассказать у меня нету ни риэлторов никого нету просто знаю что народу много едет в данном вот здесь населенном пункте или массиве как его назвать проживает много людей разных с разных уголков нашей страны с приморья есть есть с хабаровска с ульяновска с сахалина с казахстана русскоязычное население вот продается дом 2 одинаковых домика стоят продаются и вот так вот если гулять по улицам можно много увидеть домов которые стоят на продаже много занимается людей здесь строительством строят краснодаре жилье много по ценам она конечно доступна и последнюю с приморьем я буду сравнивать с приморьем потому что я сам человек с приморья востока как говорил ну вот такой на первый взгляд как бы сельский люди живут своих домах есть земля как и говорил мы здесь тоже купили дом земли у нас 4 сотки то есть как бы хорошо сколько видео смотрел то что там постоянно обманывают перепродают когда получал свой контейнер нас перевозил заказывали фирму с машины и водитель который нас перевозил на тринадцатом километре купил дом до этого покупал дом на девятом километре по моему покупал дом на девятом километре и чуть не попал что его обманули он дал задаток я не знаю как там получилось как он рассказал говорит я дал задаток 50 тысяч ну мне горит на два дня задержали военную ипотеку пришлось подождать два дня но он дал задаток ему дали ключи и он в этот же день вечером пытался завести материал ему просто повезло то что он приехал с материалом там кафель еще что ну строительный материал для начала ремонта он говорит я приезжаю открываю воротину ходят какие-то люди он говорит я начал с ними разговаривать разбираться не говорит это наш дом моего полгода назад купили вот документы вот все пока не разбирались прошло какое-то время приезжает еще один человек и говорит это мой дом вот документы ну соответственно 50 тысяч человек потерял ну а те люди наверно потеряли все каждый ту сумму которую они отдали за дом ну и после этого он нашел говорит дом чуть-чуть не достроен уже достроил единственно нет газа все автономное свет единственно нет газа я знаю что 9 10 километр ростовского шоссе в краснодаре они газофицированы на 11 километре есть попадаются такие дома где газа не чтобы провести газ но надо 1300 может быть есть не может но 200 до 300 тысяч это точно здесь очень любят все взятки так что готовьтесь ну я продолжаю идти я получается сейчас иду показал остановку десятого километра и вдоль по улице иду в сторону 11 километра так буду идти потихоньку показывать вам рассказывать строение постройки все остальное но в общем люди живут и люди живут нормально то что сейчас зима сыра сейчас конец января сегодня 25 число семнадцатый год люди живут устраивается обустраивается кому-то нравится кому-то не нравится что именно по мне мне нравится краснодар то что он чистый в центре приятно погулять много зеленых парков вообще город зеленый много где есть погулять мест и плюс это наш главный критерий критерий семьи был почему сюда уехать это недорогое жилье и очень большой плюс это солнце приморцы особенно южные приморцы то живет на побережье приморского края на южном то хасанский район шкотовский район партизанский район находка владивосток большой камень они все прекрасно знают что лето в приморье поганая сырость морость дождь ну в общем практически лето нет температура там средняя ну 20 градусов на 20 ну не знаю там когда-то доходит можно 25 может там два-три дня постоит 28 по тридцатку и все так в среднем 20 здесь мы лето прожили вот с 20 июня прошлого года ну тут средняя температура 30 на а в июле так вообще под все 40 и там за 40 по 42 было но это на солнце не то конечно там же 38 ну то есть тепло достаточно тепло и комфортно